Итак, система видеосвязи следующего поколения. Какие тенденции на сегодняшний день есть с точки зрения видео? Их буквально несколько. Первое – это виртуальность, визуальность, то есть максимум информации с любого места, с любого устройства. Второе – это то, что время стало нынче очень дорого, и собрать людей в одном месте становится практически нереально. Я сейчас просто переписывался как раз с нашим коллегой, который, сколько я ему не объясняю, он все равно пытается мне назначить встречу день на следующий день. И когда я ему говорю, что я могу завтра только с 9 до 9.30 утра встретиться, остальное время занято, его вопрос, типа, надо быть гибче. Я ему дал трех своих начальников и его тоже, говорю, договаривайся. Им я забил, уже отметил неделю назад в календаре. Поэтому перемещаться, скажем так, без толку – это сейчас непозволительная роскошь, траты времени. Следующий момент – это безопасность, причем безопасность касаемо шифрования. Сейчас есть маниакальная, на самом деле, такая тенденция, когда все пытаются закрыться ото всех. Я приводил, то есть, все вы, наверное, знаете, что вот там такой-то мессенджер, появилась кнопочка «сделать чат суперсекретным», в другом мессенджере еще более секретным, в третьем секретно, вовсе секретно. Если есть возможность, поговорите со службой безопасности тех или иных стран и как эти мессенджеры пересекают границу. И вас тогда в вопросе по секретности скажут, скажем так, отпадут, отойдут на второй план, это раз. Ну и, во-вторых, я привел реальный пример с моим аккаунтом в Скайпе, секретно, или не секретно, я даже не знаю. Я им не пользовался, а меня взломали, да, и, соответственно, там от моего имени, причем не меня взломали, сори, я его не запускал, взломали центральную какую-то базу. И от моего имени всем моим знакомым отправили приветственный вирус, не с Новым годом, а с 8 марта. Соответственно, сейчас все больше и больше популярности набирает, скажем так, движение, что использовать даже внутри страны, внутри, я не знаю, города для связи между собой не мобильный телефон, а приложение на мобильном телефоне, которое он-премис, которое полностью сервер, все ключи, все на свете находится у вас, в вашей собственности и шифрует голос уже, соответственно, между вашими сотрудниками. Ну и тоже очень важный момент, который сейчас есть как тенденция, это возможность подключения к видеоконференции, к вашей он-премис видеоконференции, назовем это так, случайно нужных людей. Что такое случайно нужный человек? Например, я не знаю, там, лектор по птицеводству, например, из Гватемалы, да, соответственно, у него нет ни вашего корпоративного ящика, ни вашей корпоративных там сети, он вообще сейчас находится в гостинице, у него нет ноутбука, он зашел в бизнес-центр гостиницы на ноутбуке без админских прав, да, ему нужно поучаствовать в видеоконференции. Соответственно, то есть потребность тоже таких подключений, это тот тренд, который нынче мы видим. Ну и, собственно говоря, то, о чем я сказал, что какие рабочие места использую я. Дело в том, что я отвечаю за 11 стран, одна из которых это Казахстан. Казахстан имеет определенную особенность, зимой у них с нами разница 4 часа. И, соответственно, когда они назначают конференц-кол, какую-то презентацию провести, не всегда это бывает удобно. И вот реальная абсолютно ситуация, когда у меня был назначен конференц-кол на пол восьмого утра, то есть кол длился минут 40. Я не мог его провести из дому, потому что я тогда не успею ребенка завести в школу. И в то же время я не мог, скажем так, завести ребенка сначала в школу, потому что в пол восьмого утра ему там вместе с охранником 2 часа или полтора делать уже нечего. Поэтому у меня работа находится между офисом, между домом и школой. Я вместе с ребенком заехал на работу, мы провели с Казахстаном видеоконференцию, я читал презентацию и потом поехал дальше в школу. То есть работа на самом деле находит тебя независимо от того, где ты, во сколько ты, с чем ты, с кем-то. Так вот эта, скажем так, потребность в любой момент времени быть на связи, в любой момент времени участвовать в каких-то бизнес-процессах, она тоже диктует дальнейшее развитие видеоконференции систем, дальнейшее развитие любых средств совместной работы. Итак, CIS Committing Server, новый продукт, новый продукт, который анонсирован в самом деле в августе прошлого года, но, как все айтишники, к которым я отношусь, мы всегда с опаской относимся к продукту, который новый. Да, сырой, недописанный, не оттестированный, мы не хотим быть кроликами. Так вот, по поводу непосредственного продукта CIS Committing Server. Дело в том, что когда-то была такая компания Codian, если кто-то помнит. Codian выпускала, это давно было, Codian выпускала очень неплохие MCU, видеоконференции сервера. Потом компания Thunberg, которая тоже выпускала сервера и терминалы, посмотрела, что Codian все-таки лучшее решение, чем их собственное, и купила компанию Codian. Таким образом появились те же самые 45-е сервера в Thunberg, таким образом появилась MSE 8000, Codian. В 2009 году компания CIS CO посмотрела, что несмотря на кризис, который бил всех и вся, единственное направление, которое продолжало стремительно расти, это была система видеоконференц-связи. Мы тогда оемили Redvision. Соответственно, мы посмотрели, кто на рынке занимает первое место. Занимала компания Thunberg, и в 2009 году мы купили компанию Thunberg. Причем это была невиданная сделка, по тем временам было 4,5 миллиарда долларов. То есть это тогда за этишные компании не давали столько денег, тем более был кризис. Когда мы купили компанию Thunberg, некоторые инженеры из компании Codian и компании Thunberg после покупки подумали-подумали и откололись. Организовали свою компанию, организовали компанию под названием Acana, собственно говоря, которая сделала уникальный прорыв в то время в технологии видеоконференц-связи. Что она сделала? В тот момент было, это 2009-2010 год, да, в тот момент видеоконференции на базе x86 процессоров просто не существовало. По одной простой причине мощности процессоров не хватало для перемалывания видео. Был видеосвичинг, то есть это типа один ко многим, но не было транскодирования, не было транстрейтинга. Но x86 процессора были дешевые, но не всегда дешевые. С другой стороны, были MCU, которые базировались на специализированных DSP, которые все перемалывали, много участников, все было хорошо. Но у DSP есть маленький недостаток. У них алгоритмы, часть алгоритмов прошита железно. Если в них нет такого кодека другого, не всегда его можно перешить. Надо брать железяку и выбрасывать, и ставить новую. Это первый момент. И второй момент, что как любое мелкосерийное производство, а производство DSP по сравнению с процессорами x86, это мелкосерийное производство. Любое мелкосерийное производство значительно дороже. Поэтому был два варианта. Видеоконференция на x86, которая не существует, но был видеосвитчинг. Либо хорошая конференция, но очень дешевая. Либо видеоконференция на DSP процессорах, очень хорошая, но очень дорогая. И, соответственно, ребята из Аканы подумали-подумали и пошли очень нетривиальным путем. Где есть очень дешевые ресурсы для обработки видео? У кого есть идея? Правильно. Игровые видеокарты. Они стоят 300-400 долларов. На самом деле, по сравнению с DSP ресурсами для MCU, это на уровне погрешности. То есть это даже не цена. Соответственно, они взяли сервер, в который поставили много PCI-слотов, в который, ну не PCI, тогда уже были эти, PCI-Express, да. Соответственно, взяли, вот сколько влазила видеокарта, сколько туда всунули видеокарт, брали на низком уровне, использовали GPU, графические процессоры этих видеокарт, и достигли на серверах, на дешевых серверах колоссальной производительности. По 100, по 150 HD портов на одном сервере с трансрейтингом, с транскодингом, любой кодек, любую сигнализацию, кто ваше город, все перемалывало. То есть они достигли реально невиданных высот. Соответственно, их не могли не заметить. То есть у них появились клиенты, я потом покажу клиентов, которые их, на самом деле, чтобы тоже понимать, например, ихним клиентом является компания Adobe, у которой есть Adobe Connect, но для видеоконференции они используют Акану. Ихним клиентом является Хьюлит, ихним клиентом является Apple, то есть очень много именитых клиентов, Chevron, там и бла-бла-бла. У них появились очень много клиентов, они начали хорошо развиваться, офисы, сотрудники, клиентская база. ЦИСКО подумала-подумала, решила, что мы же их раз догнали, чем не догнать второй раз. И в 2016 году догнали их еще раз и купили. Пока они сбежать не успели, сразу говорю, предвещая вопрос. Поэтому мы, то, что мы сейчас называем CMS, ЦИСКО митинг сервер, это не новый продукт, не нечто творение наших, скажем так, юго-восточных друзей. Это Акана, которая хорошо все зарекомендовала в мире, имеет очень хорошие, скажем так, референсы, очень достойно работает. Просто переименованная под логотипом ЦИСКО уже в ЦИСКО митинг сервер. С точки зрения архитектуры мы позиционируем ЦИСКО митинг сервер как единый он-премис, единый он-премис решения для видеоконференции. Ложащиеся на нашу сетевую инфраструктуру и ложащиеся под любые наши видеотерминалы, джаббер, под любые оконечные устройства. Если брать основные функции, которыми обладает ЦИСКО митинг сервер. Естественно, видеоконференция. Причем видеоконференция, чтобы тоже понимать, стартовый бандл, стартовый сервер, который продается, обычный x86 сервер на самом деле. Его необычность заключается только в одном. В нем два процессора по 18 ядер и 64 гигабайта памяти и два по 300 винтов. То есть таких бандлов нет у него одного производителя. Этот бандл с точки зрения дата-центра, он несуразный, он не может существовать. Это с одной стороны. С другой стороны, мне очень... А там стоит VMWare. На VMWare стоит ЦИСКО митинг сервер. Все как положено. То есть все, все виртуализации. И когда мне клиенты говорят, да у нас серверов, да мы так виртуализированы, мы сейчас его развернем и запустим везде, где только можно. Я задаю маленький вопросик. Говорю, ребята, гуляющих два проца по 18 ядер есть? Они такие... Говорю, без переподписки и без включенного гиперсрединга. И все успокаиваются. То есть сервер он обычный. Но я вам сказал так. Я пытался найти по странам Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Украина. У любого вендора. Мне просто надо было для демонстрации. У Хюлита, у Фуджика, у кого угодно. Я пытался найти хотя бы по одному процессору. Ни в одном из вендоров в странах наших не лежит такой сервер просто у партнеров, у вендоров, у дистрибьютора, чтобы его можно было взять. То есть сервер несколько обычный, но несколько специфичен в силу своей природы. Так вот, на этом сервере мы можем микшировать либо 48 Full HD портов, либо 96 HD портов, либо 192 SD порта. SD порт это 448p. Соответственно, либо 3000 аудио участников. То есть реально сервер, который, это моя такая как плачь Ярославля, головная боль. Почему? Потому что сервер стоит недорого. И я еще не сталкивался, чтобы заказчик, который купил этот сервер, у нас же купили их много, покупали, хотел купить еще хотя бы один. Обычно 92 HD порта, 96 HD портов хватает всем атак. Поэтому, скажем так, у меня очень большие проблемы с апсейлом после того, как я продаю ядро видеоконференции. Естественно, аудиоконференция, то, что я сказал, шеринг презентаций, веб-конференция, запись, стриминг. И есть волшебное слово совместимость. Дело в том, что поскольку видео популярно, то сейчас даже из индустриальных стандартов, каждый уважающий себя программист или каждая уважающая себя компания реализует свой протокол и свой кодек, который 100 пудов лучше всех остальных. По результату он лучше или не лучше, но он точно несовместимый оказывается со всеми остальными. Просто можно так для себя посмотреть. По сигнализации, что сейчас используется в видео. Я сейчас беру только промышленные стандарты. То есть я не беру сейчас вайберы, скайпы, ватсапы, телеграмы и прочее. Не беру. Беру только промышленные вещи. H.323 до сих пор используется нормально. SIP и WebRTC, которые тоже являются на свой счет здесь стандартом, в том числе, когда необходимо участвовать в видеоконференции в браузере без подгрузки плагина. Три протокола. Раз. Если мы говорим о передаче контента. H.239, BFCP и RDP, которые используют всеми любимые Microsoft. Тоже несовместимы ни разу друг с другом. А если мы кинемся в видеокодеки. H.263 до сих пор используется. H.264 AVC, H.264 SVC, которые Microsoft использует. H.264 AVC High Profile Proprietary Polycom. H.264 AVC High Profile Proprietary Polycom. H.264 CISC Proprietary Protocol. H.264 VP8, VP9. То есть гугловые протоколы, которые для WebRTC. H.264 AVC, Real-Time Audio, Real-Time Video на Microsoft. H.264 AVC, 8 различных протоколов, которые тоже несовместимы друг с другом. Это не протоколов, сори. H.264 AVC, 8 различных методов кодирования сигнала, несовместимых друг с другом. И поэтому, когда у нас становится вопрос, что давайте мы сделаем конференцию между нашей компанией и компанией и многих сыновья, начинается исключительно такой хороший гембель, что у них стоит, а какая версия, по каким протоколам, а что будет транскодировать, бла-бла-бла. Так вот, что сделал Акана и из-за чего она нам так понравилась? Она воспринимает все. То есть она воспринимает все протоколы в себя без транскодирования. Причем тоже из такого хитрого, да. Она принимает на себя звонки и Office Communication Server со своими старыми кодеками, и Skype for Business с их новыми кодеками, и WebRTC. И все, что вы с видео можете подать из отраслевых стандартов, все может замешаться в одну видеоконференцию. Соответственно, тоже участвовать может в принципе с любого устройства, поскольку, как я уже сказал, можно работать с HTML5. Все, на чем работает браузер с HTML5, все это может участвовать в видеоконференциях. Ну и, соответственно, для большинства операционных систем, единственный момент, для Android сейчас нет, должно выйти в ближайшее время. Для большинства операционных систем есть бесплатное приложение Meeting Application, которое тоже позволяет участвовать в видеоконференции. Есть тесная интеграция со Skype for Business. Причем шедулинг сразу из-за услуга, стандартным плагином. Причем, знаете, тоже интересный момент. Дело в том, что до появления CMS у Циски с Microsoft было такое, как два рыцаря в доспехах сходятся, причем которых подпирают с разных сторон двумя такими прессами, то есть отступать нельзя никак. Каждый достает свой меч, ну и, соответственно, выживает только один. Хотя у меня были прецеденты, когда не выживал никто, то есть разрушались тендера, все валилось, все умирали. У нас был такой бой до последней капли крови. В случае с появлением CMS мы нашли точку нормального взаимодействия. Заключается оно в следующем. У Microsoft, у Skype for Business, хороший, плохой, неважно, есть один такой очень важный гэп. И этот гэп связан как раз с видеоконференцией. То есть, первое, они не могут сделать много мордочек на экран. Там делают только пять. Я вам скажу так, на Западе многими одной хватает. Но в реальных бывшего Советского Союза, ну, я встречался, когда надо было 150 показывать. При том, что реально там, ну, я, это не смешно, это было грустно. Потому что я человеку даже показал, что ты не разберешь там ничего. Он настоял, мы все-таки сделали порядка 150 мордочек на экран. Он мужественно этим пользовался где-то месяц. Потом вывел раскладку на 1 плюс 9 и успокоился. Но гембель он доставил. Это первый момент. Пять мордочек на экран. Второй момент. Это невозможность отобразить даже эти пять мордочек на экран, когда у вас используется мобильный устройство. iPad, iPhone, Android. Только одна мордочка на экран. Причем на iPad в случае с Office Link были пять мордочек на экран. В случае с Skype, может, уже сейчас появились, но два месяца назад, по-моему, еще не было. На iPhone и на Android не было и тогда, и не было сейчас. Третий момент. Это подключение сторонних устройств. Например, общаемся мы с клиентом, у которого стоит Huawei видеотерминал. Хороший, плохой, но он там есть. Попробуйте его подключить в Skype бизнес-конференцию. Ну и четвертый момент. Это то, что тут получается как барабан в традиваре. То есть, если вы, например, поставили хорошую видеостену, большую, например, 6 на 9, и выводите видеопоток с Microsoft, заплатили вы за 6 на 9, а реально используете 20% вместо. То есть, как для лохов в традиваре делать скрипка, для пацанов барабан. Вот точно такая же ситуация получается и здесь. Плюс еще есть очень важный момент, который психологический. Дело в том, что у Microsoft нет трансрейтинга и транскодинга. И когда один участник, например, участвует в 1080p, второй 720p, третий 60p, четвертый 5p, 1080p, у вас получается лесенка дурачковая такая. Соответственно, как только Big Boss видит себя внутри лесенки дурачковой, его начинает это не нравиться, его это раздражает, он начинает несколько нервничать, от этого админам становится несколько больно. Поэтому, в принципе, абсолютно нормально и жизнерадостно и админы, и Big Boss встречают следующую вещь. Что, ребята, мы не трогаем Skype for Business ваш. Пускай он себе живет и умрет, куда ему положено. Мы просто закроем гэп, который есть с точки зрения видео, поставим свой CMS. И CMS может работать в двух режимах. Может работать как шлюз между Skype for Business и Видеомиром, а может работать в режиме Dual Home Conference, когда единая конференция, единый список участников, двунаправленная передача контента. То есть участники Skype for Business участвуют, собираются в себя на линке, все нормальные люди собираются на CMS, на терминалах, кто нормально участвует. На это единая конференция, никто ничему не противоречит, все счастливы, все довольны. То есть такая вещь тоже достаточно интересная есть, которая сподвигла, ну или как хорошо стимулировала продажи CMS, особенно с учетом его цены. Тоже еще интересный момент есть, что с появлением CMS несколько утратила актуальность, до сих пор есть на самом деле, но актуальность утрачивается в понятии шедулинга видеоконференции. Дело в том, что зачем нужен был шедулинг? Когда вы планируете встречу, вы резервируете порты под себя, потому что обычно видеоконференц-сервер был там 10-20 портов, то есть он был достаточно ограниченной емкости, это раз. А во-вторых, под шедулингом создавался номер дозвона, создавался там пароль доступа и прочее, прочее. В случае с появлением CMS, у вас есть сразу 96 портов, вы попробуете их загрузить. То есть реально резервировать порты потребность отпала. А во-вторых, у каждого создателя, у каждого человека, который потенциально может создавать конференцию, есть митинг-аппликейшн, у которого есть множество спейсов, неограниченное количество. Что такое спейс? Спейс – это виртуальная комната. У этой виртуальной комнаты есть свой SIP-URI, например, isukaila.partner.sobaka.sk.com, то есть конференция для партнеров. Есть пин-код для доступа в нее. И, соответственно, я говорю партнерам, ребята, завтра в 12 у меня. Все звонят в 12, не знают, на какой URI звонить, попадают в видеоконференцию, мы общаемся, все происходит счастливо и без шедулинга. Шедулинг есть, но есть вариант такой, когда, собственно говоря, потребность шедулинга отпадает. Ну и плюс ко всему, можно здесь в этих же спейсах общаться чатом для того, чтобы сделать какую-то там подготовку. В тот же момент есть решение, которое ставится, в отличие от нашего телепресенс-контент сервера, TCS. Это лицензия, это виртуальная машина, которая ставится рядышком с CMS для записи и стриминга конференций. То есть любую конференцию мы можем запишать, любую конференцию мы можем, собственно говоря, стримить на YouTube или еще куда-то. Но на самом деле тоже есть такая потребность. Я почему-то наблюдаю в период обострения кризиса, когда становится плохо, зарплаты урезают, премий нет. Почему-то руководство больших компаний считает, что если выступит президент компании в виде обращений, видеоконференции, расскажет, как же все-таки на самом деле хорошо, и сможет еще поотвечать на вопросы, то все сразу станут сотрудником счастья, они будут сразу довольны и забудут о том, что нет денег. Так вот, собственно говоря, именно решением с CMS и стримингом можно реализовать такую функцию. То есть проходит конференция, президент компании вместе с членами правления, например, человек 10 участвует, рассказывает, что реально в жизни жизнь удалась, все хорошо, никакого кризиса нет. Конференция сразу стримится, и затем элементарными стриминг-серверами гроздью раскидывается на 5-10 тысяч человек, которые смотря или глядя в эту конференцию, понимают, что да, действительно жизнь удалась, и все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Поэтому это тоже такой психологический момент, который можно реализовать с точки зрения видеоконференции. Естественно, мы поддерживаем все три типа конференций, то есть scheduled, ad hoc, либо персональные видеоконференции, и доступные раскладки, которые есть для CMS. Первая – это active speaker, когда только говорящая голова. Вторая, которая является на самом деле во всем мире, кроме Советского Союза, предпочтительной – это говорящая голова с подстрочником, остальные все подстрочником. Ну и дальше 1 плюс 1 и эквивалентно, 1 плюс n и эквивалентно. Что такое 1 плюс n? Это 1 плюс 5, 1 плюс 7, 1 плюс 9, когда говорящий большой, ну, соответственно, там вокруг него поменьше, и эквивалентное, когда 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 и 5 на 5. 25 мордочек на экран. Но не все так плохо. Если вдруг вам ваш руководитель или заказчик сказал, что я хочу больше, чем 25 мордочек на экран, не расстраивайтесь, мы можем в каждый из этих квадратиков сунуть еще по 25 мордочек на экран и реально сделать, реально показать большую компанию полностью. То есть это будет феерически, но мы сможем это сделать. Сразу говорю, я еще не видел людей, которые бы дольше месяца это продержались, продержались кроме МЧС России. МЧС России на такой видеоконференции, у них 192 человека, по-моему, показывается на экран. То есть они работают так вот достаточно длительное время уже там. Они не на CMS, они на MSC 8000, там была собрана такая же штука. Ну и, соответственно, то есть я пытался чем, кстати, вот этим слайдом, я пытался от этого товарища, который захотел много мордочек переубедить, говорю, что вы понимаете, когда люди в аляповатых одеждах, вы не увидите даже тех, кто, да, ну то есть границы сливаются. Пока сам не увидел, не удалось убедить. Итак, собственно говоря, теперь то, что касается записи. Записывается конференция в 720p. Сразу говорю, записывается на внешний сервер, на NFS. То есть мы не записываем на локальные диски, потому что их там 2 по 300 гигабайт, там некуда записывать. Записывается в 720p, записывается по 2 канала записи на одно физическое ядро. Что это значит? Это значит, что вы можете размер виртуальной машины, которую вы сетапите, да, регулировать. Надо вам записать, я не знаю, там 4 канала, 2 ядра. Надо записать 10 каналов, 5 ядер. Вот сколько вы выделите, сколько у вас будет записываться, собственно говоря, разговоров. Ну и по хранению порядка 1 гигабайта час записи занимает. Ну для расчета там, ну по факту. Дальше. С точки зрения стриминга, стримится то же самое 720p. Стримим двумя мегабитами, стандартный RTMP поток. Можно стримить на YouTube, можно стримить там куда угодно. Вот один мой товарищ, который работает в банке телефонистом, соответственно, ну, может неправильное слово, отвечает за телефонию в банке. Два дня предпраздничных что-то заскучал, ему было там одиноко. Соответственно, он взял этот стриминг, прикрутил к YouTube еще, сделал портал, и еще на этот портал выставил обмен сообщениями, чат, для того, чтобы когда бигбоссы начнут рассказывать, как им хорошо, можно было в чате спрашивать, действительно ли так хорошо или нам кажется. Поэтому это ушло два дня, на самом деле. У меня даже есть скриншот, я просто не хочу его показывать, в Украине, потому что этого человека многие знают. В СНГ я показываю обычно этот скриншот. Причем скриншот, где видно, что это два дня на это ушло. Потому что он мне писал в Вайбере об этом. Также можно выводить текст на экран, продолжить, выводится одновременно одна фраза для всех участников, регулируется время показа и регулируется то место, в которое выводится там текст, середина, там верх или нет. Теперь с точки зрения лицензирования. То есть ЦИСК решила, как я уже говорил, что поскольку мы занимаем 45% мирового рынка видеоконференции, то ЦИСК решила дальше не продолжать борьбу с конкурентами, а тупо их сливать. Поэтому мы взяли и дропнули цены на лицензии видеоконференции в тысячу раз. То есть мы можем себе это позволить, почему бы, потому что мы можем перераспределить деньги и прочее. В итоге мы не лицензируем участников в принципе никаким судом, мы не лицензируем качество видеоконференции, мы лицензируем только одновременную видеоконференцию как таковую. Для этого ввели два типа лицензий. PMP, персональная лицензия. Персональная лицензия – это лицензия на создание видеоконференции, которая привязана к человеку. На самом деле не столько человеку, сколько его логин в директоре. И вторая лицензия – SMT, то есть шар из мультипатии, которая не привязана ни к чему и входит в общий пул лицензий для видеоконференции. Я дальше покажу, каким образом, откуда они, то есть как они расходуются, в каких ситуациях они используются. Корпоративная лицензия – это нечто похожее на Enterprise License Agreement Microsoft, единственное, что модель лицензирования пока не работает в Украине. Соответственно, когда вы заказываете, когда вы покупаете видеоконференцию, вы выбираете, сколько каких лицензий вам надо, SMP, PMP, вы выбираете сервер, и он один пока на сегодняшний день, поэтому выбирать там достаточно просто, и, соответственно, это все приобретаете. Я могу сказать так, что на сегодняшний день видеоконференции, которые бы были дешевле, чем видеоконференции от Cisco, вот в природе не существует. Мы выиграли тендера у Polycom, LifeSize, пока он еще был, LifeSize же закрыл производство on-premise MCU-шек, то есть мы выиграли тендера у всего, чего только можно, все, что может называться видеоконференции. Дешевле, чем Cisco, на сегодняшний день видеоконференции в природе не существует. Поэтому абсолютно открыто идем в любые торги, даже на нашем любимом Прозоро, и абсолютно честно побеждаем любых конкурентов. Теперь, очень важный момент, как вот эти лицензии едятся, да? Объясню, почему это важно. Потому что PMP лицензия стоит 600 долларов, а SMP, Shared Multi-Party, 12 тысяч. То есть разница очень большая. И то, и то делают абсолютно одинаковую конференцию. Ну, то есть, скажем так, качество конференции не изменяет. Так вот, смотрите, в чем особенность, да? Если вы во время звонка делаете видеозвонок, добавляете еще одного участника, вы должны обладать лицензией PMP. То есть, иначе вам лицензия конференции не создастся. Если вы делаете некую там перманентную статическую конференцию, в которую все звонят, если хотя бы один участник обладает лицензией PMP из всех, ее достаточно. Остальные могут ничем не обладать, остальные заходят с браузера, там, с чего угодно, да? Главное, чтобы в конференции был хотя бы один человек с лицензией. Если такого человека нету, из пула берется SMP-лицензия. Поэтому, ну, это просто нужно для себя понимать, да, что если там, например, вы организовываете конференцию, и хотя бы один человек не будет с PMP-лицензией, SMP-лицензию можно не брать. Соответственно, когда вы шедулите конференцию, то же самое, если хотя бы один из тех, кто участвует в списке участников, имеет PMP-лицензию, все нормально, конференция зашедулится и будет работать. Если не имеет, тогда SMP-лицензия. Если Dual Home конференция с Microsoft, то же самое. Если хотя бы один участник имеет шоу-лицензию за 600 долларов, ее хватает для любой конференции. Если никто не имеет, съест лицензию за 12 тысяч. То есть, это, ну, скажем так, у вас есть абсолютно нормальный выбор. либо вы делаете дешево и красиво, либо круто, но также красиво. То есть, красота от этого не страдает. Просто будет, знаете, как вот некоторые люди, например, я не знаю, они не ездят на машинах дешевле, чем 100 тысяч, потому что им некрасиво на ней ездить. Оно все равно, да, ездит точно так же, комфортно и за 80, да, но неправильно ездит за 80. Вот точно так же и с лицензиями. Вы можете сделать дорого или дешево, но одинаково красиво. Соответственно, на сегодняшний день, что можно сказать о решении CISC-комитинг-серва, да, то есть, это достаточно комфортная, простая среда для ведения видеоконференции. Я вам скажу так, что даже, ну, мы сейчас по нашим силовикам поставили видеоконференции, достаточно просто, удобно, легко пользоваться. Это открытость и совместимость. Если нужно что-то сделать очень загадочное, там, например, я не знаю, создавать конференции, зависит от того, какая сила ветра в поле, да, есть API, которая позволяет это делать и интегрируется. Ну, и, соответственно, достаточно простая модель покупки в том плане, что не окажется, что вам в тендере, который был, по цене игрался, да, вам подсунули там вот такого хомячка, да, а потом, когда вам пришлось его использовать, он вырос и превратился в медвежонка. То есть, простая модель покупки, все очень прозаично, все очень прогнозируемо, и результат, мы всегда можете понимать сразу. Теперь по планам развития, да, то есть, что у нас есть, сейчас версия 2.1, в ближайшее время будет версия 2.2 выйти, выйдет. основные направления, основные направления, это удобство работы, это максимальное масштабирование, то есть, нашим товарищам показалось, что 96 HD портов, это недостаточно хорошо, и, соответственно, лучше в индустрии совместимость, то есть, мы еще больше, пытаемся еще более, больше интересных моментов подключить именно с точки зрения совместимости. Мы начали поддерживать на CMS-е кодек SMP для того, чтобы Dual Stream, Dual Video вывести, да, на два экрана. Единственное, что для этого нужно будет CMS 2.2 выйдет в мае и прошивку под видеотерминал CE9.1, то есть, работает исключительно на наших решениях, то есть, тут некоторая проправитация и фича есть, которая не позволит Dual Stream вывести на Судпати устройство. Ну, мы бы не были нами, если бы мы не сделали самое мощное решение в индустрии, по которому даже плачет Huawei, то есть, мы выпустили Blade шасси, называется CMS не тысячный, а двухтысячный, которая полностью забита, забита сразу серверами, шестью серверами, оно не продается в меньшей конфигурации, оно продается вот сразу такая коробка, и причем это все рассматривается как единая видеоконференция, то есть, там нету каскада, нету кластера, вы можете сделать видеоконференцию на 500 HD участников. То есть, в мире больше еще никто не смог повторить эту магическую цифру, поэтому, если вдруг вам необходима видеоконференция на 500 участников, милости просим, бесконкурентное решение, мы сможем вам его сделать. поддержка в интеграции с Microsoft OneButtonPush, смысл это такой, что когда вы в Microsoft, например, назначаете конференцию в классическом плагине для Outlook, происходит отправка резервирования конференции и на CMS, и на видеотерминалах, которые подключены к CMS, у нас искусств видеотерминалах на тач-панели высвечивается большая зеленая кнопка счастья, и как только Big Boss подходит, ему ничего не нужно делать, кроме того, как нажать кнопку счастья для того, чтобы провалиться в видеоконференции. В принципе, это очень важный момент с точки зрения того, что часто в нынешней жизни в видеоконференциях, если надо ее организовать, то это настоящий праздник жизни для всего технического отдела. То есть, Big Boss нагнул секретарей, секретарей нагнули начальника отдела, начальник отдела нагнул сетевиков, ну и пошло по цепочке. То есть, в данной ситуации все будет намного проще. Также возможно сделать Call Bridging, то есть, это когда несколько серверов ставится в единый пул, и, соответственно, может работать, сейчас он может работать только на входящий звонок, в версии 2.2 будет работать и на исходящий звонок, и появилась возможность выделения важного участника. Важный участник это тоже, скажем так, такое требование, которое присуще очень часто нашему госсектору. Вот я хочу видеть всех, но хочу, чтобы все видели только меня. Кто бы как не говорил, все должны видеть только меня. На самом деле, сейчас это можно сделать, но с определенными извращениями. В версии 2.2 эта функция уже будет native. Видимо, все задолбали этим вопросом. Ну и, соответственно, упростился сбор логов. А, еще в версии 2.2 появится следующая вещь, что можно ограничить конференцию по качеству. SD, HD, Full HD. Сейчас она by default собирается в Full HD, и когда ресурсов начинает не хватать, она, соответственно, понижает качество конференции. Если не хватает там портовой емкости. И выходит новое средство для управления видеоконференцией, управления непосредственно Cisco Meeting Server, Cisco Meeting Manager. Вебовский интерфейс, то есть дашборд, который показывает состояние, то есть сколько конференций, сколько звонков, сколько участников, бла-бла-бла, показывает список активных конференций. В каждую конференцию можно зайти, посмотреть ее какие-то характеристики, включить запись, включить стриминг, еще что-то. Еще, кстати, по просьбам трудящихся сделали кнопку Mute All, потому что во всем мире в видеоконференциях кнопки Mute All не существуют. По одной простой причине, представьте, что участвует 50 человек, на экране 9, вы всех замютили, и кто-то хочет что-то сказать. Из тех, кто не отображается на экране. На видеотерминале нету кнопки поднять руку. Соответственно, он может кричать, плясать, вы его не увидите. Поэтому во всем мире всегда использовался следующий принцип, что все, кто входит в видеоконференцию, люди взрослые, они понимают, что они там делают, поэтому они сами выключают себе микрофон, и когда им надо что-то сказать, они его включают. В случае с нашими реалиями всего постсоветского пространства это не получается. поэтому было такое жесткое требование, которое Серега Юцайтис даже реализовал на коленке специально под одного из заказчиков. У Бигбосса должна быть кнопка заткнуть всех. Пум! И более того, более того, было еще одно важное требование. Бигбосс существо блуждающее. Поэтому если вдруг Бигбосс окажется за другим терминалом, то кнопка всего одна. Кнопка конференции одна. Админ должен быстренько сказать адрес Бигбосса другой. И на панели Бигбосса должна появиться кнопка и он должен заткнуть всех с другого терминала. Эта функция уникальна, но она при помощи нашего API была разработана, и Серега ее внедрил у одного из заказчиков. Но простой мютол можно сделать и с штатными средствами на самом деле. Это жизнь. К сожалению, иногда такие вещи будут. Знаете, как у меня один товарищ тоже говорит, проверь спецификацию. Говорю, а расшарь мне ее в наших тузах. Он говорит, так найди у себя, ты мне ее расшарил. Говорю, а зачем мне ее проверять, если я ее делал? Ну, жизнь, она всякая бывает. Соответственно, дальнейшее развитие СММ, управления конференцией, ТМС остается для шедулинга и ряда других вещей, но развивается, основное развитие идет в сторону СММ, то есть менеджмент конференции. Некоторые заказчиков, то есть Аканы, да, то есть это, ну, циск значительно больше сейчас, но Акана такой список заказчиков был, ведущих. Ну, и следующее теперь по видеотерминалу. Цена GPL, могу сказать, полный комплект под ключ, включает в себя телефонную станцию с сервером на 35 участников, 35 организаторов конференции, сори, 35 организаторов конференции, сервер для видеоконференции с софтом со всеми 50 тысяч долларов GPL на 96 HD участников. Ну, естественно, это по программе дисконтируется, то есть там туда все пошло ниже. Количество участников, как я уже сказал, 96 HD, соответственно, дальше можно уже играть. То, что касается видеотерминалов. Видеотерминал у нас на сегодняшний день самая большая, в принципе, линейка, или самая широкая линейка видеотерминалов из всех, кто присущ на рынке. Почему это важно? Потому что вы можете в любой момент времени выбрать именно для каждой из своих задач выбрать именно тот терминал, который вам необходим. И в марте вышел новый видеотерминал Spark Room Kit и в апреле выходит новый терминал Spark Room Kit Plus. Видимо, наша дружба с Apple призвела к тому, что мы вот эту надпись плюс тоже добавляем к продукту. Соответственно, несмотря на надпись Spark, если Spark Board мог подключаться только в облако, только к Spark, то Spark Room Kit могут подключаться как к Spark в облако, так и под управлением VCS, либо под управлением Call Manager. То есть компремис решения абсолютно стандартного. Cisco Spark Room Kit это как это называется медиабар. Его называют тогда, то есть это некий медиабар, который он нормальный Apple Style, красиво смотрится, можно повесить либо над телевизором, либо под телевизором. Решение, которое дополняет линейку SX10, SX20, в чем особенность, что есть. Первый это Best View функционал, дальше покажу, что это такое. Speaker Track, слежение за говорящим, то есть соответственно будет следить за говорящим. И из такого еще хитрого, то есть выше качества контента, выше качества видео. Соответственно встроенный микрофон, встроенные динамики, отдельно можно заказать еще микрофоны, которые настольные. Соответственно есть настенные крепления и крепления на экран. Единственный момент, крепление на экран имеет конструктивную особенность, которая требует, чтобы телевизор, верх телевизора был не толще, чем 32 мм. То есть он должен быть достаточно, 32 мм в принципе не сильно и тонкий, но нельзя повесить условно говоря на ламповые телевизоры. То есть внутри тоже интересный момент, внутри есть поддержка Wi-Fi, то есть его можно по Wi-Fi подключить, 4K контент, 1080p, 60 кадров в секунду передача видео, встроенные микрофоны, встроенная микрофонная матрица для определения спикер-трека, ну и соответственно встроенные громкоговорители. А теперь самый главный момент. Внутри него стоит 5K-шная камера, то есть 5000 на 3000 пикселей. Соответственно первое, что она умеет делать? Она умеет делать трехкратное увеличение без потери качества, потому что фрейм, то, о чем я рассказывал на предыдущем результаты. Фрейм 1080p, она его может вырезать из 5K-шной матрицы. Точно так же она наводится на говорящие, передвигая фрейм. То есть линзы и камеры являются неподвижными. Соответственно 83 градуса горизонтальный угол, то есть она достаточно широкоугольная и предназначена для комнат переговоров, в которых порядка 7 человек. спикер-трек Spark Room Kit Plus тоже медиабар, единственное, что он с четырьмя камерами и кодек отдельно. Кодек вешается отдельно. Тоже крепится над экраном под экраном. Четыре камеры. Там четыре камеры точно такие же 5K-шные камеры. Единственное, что три камеры телекамеры, с телеобъективами, одна камера с широкофокусным объективом. Вот эта одна камера, собственно говоря, отдельная. Она отвечает за то, что она следит за всей картинкой в целом. Она определяет best view, она определяет лица, она определяет, когда кто-то вошел в помещение. А три камеры, которые с телеобъективами, они формируют изображение. И теперь внимание, поскольку у них 5K-шная матрица в каждой камере, они, соответственно, формируют изображение в 15K. И поэтому у них а-ля цифровое увеличение, но только без потери качества, соответственно, есть не три, а девятикратные увеличения. То же самое, они следят за говорящим, то же самое, они отрабатывают BestView. В чем еще есть особенность такая, что поскольку динамики расположены в самом устройстве, то пришлось нашим конструкторам потрудиться достаточно сильно, чтобы компенсировать вибрацию динамиков. Компенсировать вибрацию, они поставили просто динамики в противопазе, друг другу не лицом. Для того, чтобы компенсировать вибрацию, чтобы когда кто-то с другой стороны начинает громко кричать, чтобы не тряслась в камерах. Потому что все-таки мы не из чугуна это все делаем, но относительно легкое, для того, чтобы не было вибрации камеры, все скомментировали. Соответственно, можно подключать HDMI-вход, работает proximity, все там бла-бла-бла. Из интересных моментов это то, что и один, и второй рум-кит можно собирать 3, либо 4 участника, конференцию на 3, либо 4 участника. 3 участника 1080p, 4 участника 725. Кстати, еще один момент по поводу этого самого, по поводу CMS, есть такое тоже, по поводу лицензирования CMS, CIS коммитинг сервера. По умолчанию, когда вы в него заходите в видеоконференцию, вам будет надпись, то есть картинка, все, CIS коммитинг сервер, бла-бла-бла. Если вы вдруг себя любите намного больше, чем CIS, сам CMS бесплатный, то есть лицензия CMS стоит ровно ноль. Если вы любите себя намного больше, чем CIS, и хотите, чтобы при входе видеоконференции, там была надпись, и женский голос приветствует ваши фотографии, там, Иван Иванович, мы вас любим, лицензия на кастомизацию стоит 20 тысяч долларов. Но, но если вы по-настоящему любите не только себя, а любите свою компанию, если вы хотите, чтобы, например, когда заходит кто-то из бухгалтерии, там будет надпись о великой бухгалтерии, если кто-то из отдела кадров, будет надпись там, картинка, там, отдел кадров, здравствуйте. лицензия для многократной кастомизации под нога компаний 160 тысяч долларов. Поэтому суть такая, если вас ничего не смущает, бесплатно, ноль софт стоит, бесплатно пользуйтесь, да, но если вдруг вы хотите быть по-настоящему правильным, мы предоставляем безграничные возможности. человек не будет себя сам уважать, если он захочет все делать правильно и бесплатно, дешево, некрасиво как-то, но не то, вкус не тот получится. Соответственно, что делает функционал BestView, который работает в RoomKit. То есть первое, когда появляются люди и не работают с BestView, вот поле зрения камеры. Камера сама определяет мордочки, где есть ваши мордочки и сужает поле зрения, поскольку у нас, мы помним, 5K1080P, без потери качества, а-ля увеличивает картинку и дает на экран именно ту картинку, которая, собственно говоря, необходима. Более того, что если вдруг у вас сидит один человек, потом появляется другой человек, камера моментально его распознает, что да, человек появился, включается распознавание лиц, и сразу камера разъезжается, так, чтобы видеть двоих людей. Спикер-трек точно так же работает, определяем мордочки, триангуляция по звуку, да, кто говорит, соответственно, показываем того, кто говорит. Вот яркий пример, спикер-трек отработал на говорящего, два человека, это классическая болезнь всех видеоконференций, кто участвовал видеоконференций, заходят люди, пару человек, сели в конце зала и начинают пультом с этой камерой попади в негодяя, играть. Соответственно, в данной ситуации камера сама найдет негодяя, и, соответственно, она ведет на него максимально комфортно, его, скажем так, покажут. Есть еще одна вещь, которая, как мне сказали уже наши местные товарищи, клиенты, говорят, это точно для отдела кадров. Так вот, суть такая, что система распознала все мордочки, дальше, система распознала, кто говорит, и система подумала, что раз говорит вот здесь, и тут три мордочки, лучше показать не вот так, да, там, не вот так, а вот так, показала. Но в логе, в логе, в CDR-ах, система зафиксировала, что во время конференции в комнате было шесть мордочек, не две, не пятнадцать, как в отчете написали, а только шесть. То есть, соответственно, для Big Boss это тоже такое интересное средство, то есть, написала People Count, типа шесть мордочек. Соответственно, видеоконференции можно опять-таки, да, то есть, Dual Screen, выводить презентации, те же презентации рисовать через Proximity на iPad, Dual Screen поддержит различные, Dual Video, sorry, поддержит различные раскладки, говорящие остальные, с презентациями, там, со всеми делами. Единственное, что пока только для SX-80 работает наш уникальный функционал Presenter Track, то есть, то есть, ситуация, когда у вас есть две камеры со слежением заговорящим, которые смотрят на зал, где кто-то начинает задавать вопросы, на него наводится камера, все, и есть лектор, который стоит, ну, вне поля зрения камеры, стоит к ним спиной, есть третья камера, которая подключена к одному и тому же кодеку, и, соответственно, есть триггер-зона, как только здесь появляется лектор, включается третья камера, и пока он входит внутри другой зоны, триггер на выход, за ним камера постоянно следит за говорящим лектором. Также появился новый функционал Active Control на наших 10-дюймовых тач-панелях, то есть, вы можете видеть список участников, можете либо дропнуть участников сразу с тач-панелей терминала, либо выбрать для себя какую-то раскладку. Ну и еще тоже важный момент, что на сегодняшний день наша тач-панель, то есть, наша видеоконференц-система, которая стоит в комнате, она является чем-то большим, чем просто средством управления, каким-то разновидностью дистанционного пульта для телевизора. Дело в том, что если раньше, в прошлое время, в прошлые годы, основной основным моментом или основным критерием для видеоконференции было качество видео, то сейчас на первый план выходит также и удобство использования самой системы в целом, то есть, не только качество, что картинка хорошая. Так вот, к чему это привело? К тому, что очень часто залы заседаний оборудованы системами «Умный дом», ну или там интернетов, ссылки, назовите его как угодно, то есть, каких-то пультов, свет регулируется, шторы закрываются, там все происходит, двери щелкают. Логично, чтобы для всего, что находится в этой комнате, был один пульт управления. Так вот, мы предлагаем, как единый пульт управления, использовать наш 10-дюймовый тачскрин, который можно интегрировать с любой системой «Умный дом». То есть, нужно вам, я не знаю, сделать такую менюшку, на котором будет происходить управление шторами, светом, дверями и прочее, прочее. У нас есть специальный InRoom Control Redactor. Вы можете создать себе менюшку, расставить там определенные кнопки, вы можете, какие угодно кнопки, да, таким же образом появилась кнопка Mute All на тач-панели, да, можно сделать что угодно, любую кнопку добавить, любой функционал к ней привязать. И появился еще очень один важный момент. мы научились управлять видео, как это правильно сказать, видео-свечами или видеокоммутаторами, да. У нас раньше было ограничение, на которое, на самом деле, я натыкался несколько раз, когда комната была насколько сложная, что для того, чтобы ее обеспечить видеоконференц-связью, не хватало четырех камер. Ну, то есть, стояли колонны, да, сидели люди там по кругу, там еще что-то. Возьмите любой госсектор, на самом деле. Вот классический пример, когда у вас вот стол даже прямоугольный с дыркой посредине, да, и сидят все вокруг, то есть, вы его не возьмете нормально двумя-тремя камерами, то есть, там камер надо много. Так вот, соответственно, мы научились управлять видео-свечами, и мы теперь не ограничены количеством интерфейсов на самом кодеке. Надо повесить восемь камер, не вопрос. Повесили восемь камер в разных местах, будем управлять командами через видео-свеч, и будем подключать те камеры, которые необходимы. Ну и самое главное, да, то есть, как говорится, что очень многие там делают там такие-то запчасти, там, не знаю, колеса, другие делают хорошие двигатели, третий делают хорошее железо, но в целом Мерседес хороший делает только Мерседес. Да, точно так же многие делают какие-то запчасти, но мы можем предложить заказчику решение, включая как это правильно сказать, слово дизайн здесь не уместен, но правильный проект под дизайн для помещения, да, у нас есть абсолютно бесплатный сайт где вы выбираете, насколько людей вам необходимо помещение для видеоконференции, вы выбираете, где у вас расположены окна, например, какой видеотерминал вы предпочитаете. Вам предлагается для анализа дизайн, видеотерминал ставим такой, располагаем там-то, окна должны быть там-то. Это, соответственно, вам рисуется чертеж, на котором показываются углы зрения камеры, на каком расстоянии можно сидеть людей, какое расстояние отрабатывают микрофоны, для того, чтобы вы получили не просто набор «сделай сам», из которого, не знаю, вы что-то сделали, но в итоге все на это ругаются, а решение, которое гарантированно работает в ожидаемом качестве. Ну, соответственно, таким образом мы можем с точки зрения видео обеспечить общение, да, видеообщение в любом месте, с любых видеотерминалов, с любых устройств, от браузера на чужом компьютере до шикарных АИКС-пятитысячных, да, то есть экранных систем с эффектами присутствия и прочее, прочее, в любом месте, в любом устройстве, в любое время. На этом все. Друзья, все, вторая часть, еще есть третья.